Здравствуйте! Ширица у нас в стране стартап-движения. И вот сегодня МФЦА и швейцарский фонд Сидстарс запустили программу акселерации стартапов. Об этом сегодня и будем говорить в студии прямого эфира Игорь Авчеленко, представитель Сидстарс и Асель Жейнбаева, директор цифровых технологий МФЦА Астана. Так, финтех направление у нас только сейчас будет, я так понимаю, и кроме финтеха ничего больше? Ну, мы также электронную коммерцию рассматриваем и страховую деятельность. Три сферы у нас в рамках данной программы. Все финтех — это платежные инструменты, все, что связано с блокчейном, применение блокчейна в финансовой сфере, роботизация, робоэдвайзеры. И все, что с помощью таких технологий, мы рассматриваем страховую сферу, весь онлайн-платформа по страховой сфере и электронная коммерция, так как это тесно связано с новыми платежными инструментами, цифровые ID. Это вот новый тренд. Почему вам МФЦА, Международному финансовому центру, интересно, вот, собственно, стартап-акселляционная программа? И потом, если можно, я вам этот вопрос тоже адресую. Василия, если можно, для начала вы ответите, пожалуйста. Спасибо. Во-первых, как вы знаете, в прошлом году мы запустили специальную регуляторную песочницу в рамках нашего регулятора. Значит, что это обозначает? Это для новых стартапов именно в финансовой сфере, которые с помощью технологий меняют бизнес-модели, новые виды сервисов оказывают. Мы для них создали данную песочницу, которая дальше позволит им получать ту или иную лицензию. Для этого нам нужно, как бы, видеть, какие у нас стартапы есть, помочь им. Мы вот хотели запустить первый раунд такой программы. Десять компаний мы отбираем. И дальше мы их, успешные проекты, заводим в нашу песочницу. Окей, десять проектов вы помогаете отбирать, плюс финансируете ваш фонд. Давайте подробнее об этом. Как вы будете отбирать, самое главное, что вы рассчитываете, на какие идеи. Не будут ли наши идеи, так скажем, сыроваты для того, чтобы выдавать им по 20 тысяч долларов? Да, смотрите, во-первых, это не идея, не стадия идеи. То есть это тоже должен быть бизнес, у которого должна быть не менее 5 тысяч долларов оборотов в месяц. То есть это должен быть бизнес, у которого хорошая, здоровая экономика, у которых на момент подачи заявки они подняли меньше, чем миллион долларов инвестиций. Ну, то есть мы говорим от нуля до миллиона. И, собственно, да, эти вот вертикали, три, о которых мы говорили. Страхование, да. Давайте конкретно, что это может быть, если можно. Понятно, что у нас есть там приложение по электронной торговле, всем удобно покупать в интернете с помощью мобильного телефона. Более-менее у нас развит, точнее даже не более-менее, а очень хорошо развит рынок онлайн-кредитования. И даже некоторые наши депутаты сейчас против, пытаются его обуздать, потому что он растет, и люди берут под бешеные проценты деньги. А вот электронное страхование-то что? Ну, пример просто, да, привести вам. Например, вы можете платить не помесячно за свою, или каждый год платить за страхование авто, а по тому количеству мили, которым вы пользуетесь. Вы покупаете себе пакет, например, там из 200 километров, вот вы его проехали, и с помощью application оно все трекает, потому что оно видит, что вы передвигались на своем авто. Это может быть, ну, боже мой, это, во-первых, выписка сразу же страхового случая через приложение. Ну, то есть, например, вы как-то машинами ударились, да, например. Ну, и чтобы не вызывать полицию, и там страховую, вы сделали фотографию, очень быстро заполнена форма, но большинство данных уже ваших оно имеет. Страховый инспектор посмотрел и оплатил вам сразу? Ну, вы там, да, это страховый случай, до определенного, скажем там, до определенного лимита денег, понятное дело, оно вам сразу же автоматически выплачивает, вы сами занимаетесь ремонтом и так далее. Ну, или направляет на все нужды. Почему, да, почему ваш фонд, швейцарский фонд SeedStars, пришел сюда, в Казахстан, и вообще занялся вот такой работой вместе с МФЦА? Вы же по всему миру работаете. Да. А Казахстан чем для вас интересен? Смотрите, во-первых, это не фонд, это family office, так называемый. То есть мы не структурированы как фонд, у нас нет определенных лимитов или ожиданий, что мы должны, например, уже за 5 лет сделать какое-то определенное количество инвестиций или потратить какую-то сумму на инвестиции, да. У нас есть единственный лимит, это полмиллиона долларов, мы инвестируем в один стартап максимум. То есть вы будете здесь, если идея пройдет, да? Да, то есть мы... Можете такую же сумму инвестировать в наш казахстанский стартап. Да, у нас прописано там в правилах, да, то есть когда мы со стартапом подписываем договор, что мы имеем право доинвестировать по истечению программы до 350 тысяч по истечению конкретно этой программы. Почему Казахстан? Значит, во-первых, у нас есть планы развиваться на местах. То есть мы в 80 странах присутствуем, да, у нас есть этот стартап соревнования, о котором мы ранее вспоминали с вами когда-то. Да, 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 вы же в прошлом году тоже приезжали, здесь были. Кстати, я потом спрошу обязательно по поводу экосистемы стартапов, развилась она у нас или нет? Да, в общем, мы сейчас приняли решение идти на места, мы открываем сеть куворкингов, куливингов, где мы проводим разные программы образовательные, акселерационные программы, мы строим компании под ключ с нуля, мы делаем фонды. В общем, мы хотим развивать локальные экосистемы. Стоит задача, как минимум, 25 хабов нужно открыть до 2020 года, где мы будем проводить эти активности. Так в Астане тоже будет хаб? Очень надеюсь, об этом мы будем вас обязательно держать в курсе, но да, мы над этим работаем, скажем, да. Почему Казахстан именно в регионе Центральной Восточной Европы и Центральной Азии? Потому что на сегодняшний день те условия, которые создаются на территории МФЦА, они абсолютно уникальны. Что вы имеете в виду? Мы говорим о государстве-государстве, мы говорим о возможности регистрировать свою компанию внутри МФЦА. Мы говорим о том, что... Асельда, поясните, что это значит? Как это будет вообще на деле выглядеть? Это, на самом деле, первое, это принципы английского права, то, что интересно для привлечения инвестиций. Во-вторых, финтек-компании смогут получить налоговые льготы до 50 лет. Ну и плюс таланты, наверное, мы, потому что развиваем, активно работаем с другими странами. И четвертое, как я сказала, это регуляторика. Многие финтек-стартапы, компании, они ищут зону, где регулятор будет поддерживать. И многие страны, они на самом деле традиционные. Никто не адаптирует свои правила, законы под новые модели ведения бизнеса. А так как мы заново запускаемся, так скажем, From Scratch, и мы будем писать адаптированные правила под такие новые... Которые будут действовать только на территории МФЦА. Да. Это уникальный кейс, такого действительно нет в регионе, этого нет. Что на сегодняшний день происходит? Например, какой-либо стартап, не обязательно финтек, это может быть любой стартап, там из Украины, России, они не регистрируют в своих странах никаких компаний, потому что им это невыгодно. Во-первых, налогообложение абсолютно сумасшедшее. Во-вторых, инвесторы, особенно иностранные, не будут инвестировать в такие компании, у которых налог очень высокий. Что происходит? Эти компании регистрируются в Delaware, или где-нибудь в Великобритании, или на Кипре. Они регистрируют там компании, открывают там счета, туда получают деньги от инвесторов, потом их выводят себе назад в свои страны, где они находятся. Теперь представьте, будет на территории бывших там стран СНГ, да, такой, ну не только СНГ, а вообще вот в этом регионе, такая территория, специальная зона, да, где ты можешь зарегистрировать свою компанию. Например, даже, ну я не хочу сильно вдаваться в геополитику, например, украинский стартап теперь уже может получить инвестиции легко, свободно там от российских каких-то инвесторов. Потому что она здесь зарегистрирует свою компанию, и как бы компания, она казахская, казахская, да, она тут. И есть такое, как бы у вас очень удачное расположение, я бы сказал, геополитически на сегодняшний момент. И поэтому все стартапы выбрали. Да, да, интересный очень момент, действительно. Смотрите, WhatsApp, вообще отобрать стартап и угадать, это, по-моему, как в стогу сену иголку найти, сколько смотрел, не мог понять, что может быть бизнесом, а что нет. Благо мы уже пять лет этим занимаемся, через нас проходит пять тысяч заявок в год. Мы отбираем, ну для competition, это не для реакциализационной программы, понятно, но мы научились, у нас есть определенные также алгоритмы, которые нам помогают предвещать успех той или иной модели, бизнес-модели в той или иной стране. То есть мы, опять же, используем искусственный интеллект, чтобы там анализировать определенные моменты. Да, это почти нереально, угадать со стопроцентной вероятностью, но поскольку мы имеем опыт и аналитику, и срез данных по разным рынкам, мы понимаем, что где происходит, потому что мы физически туда идем, мы общаемся с локальными, так скажем, экосистемными игроками, с локальными регуляторами и так далее. Мы понимаем, что там происходит. Нам в этом плане легче предугадывать и ставить ставки, скажем, на эти определенные стартапы. Что вы скажете о нашей экосистеме? Вы год назад здесь были, проводили тоже конкурс, но это была не программа, а конкурс. За год что-то поменялось или нет? Да, активность увеличилась. У вас появился МФЦА, мост очень активный. Они провели, если не ошибаюсь, вот только с вами, с МФЦА, они провели, по-моему, три хакатона по финтеку исключительно. И это только по финтеку. Также они делали по Smart City, если не ошибаюсь, про Green Energy они делали. То есть количество активности увеличилось однозначно. То есть я не говорю, что до этого никто ничего не делал, но стало больше. Плюс, мне кажется, стал лучше доступ к международным менторам и международным всяким активностям. Посмотрите, какие у вас мероприятия проходят на всяком уровне и на самом среднем, и на самом высоком. То есть к вам люди едут, интересуются. Я думаю, что в связи с тем, что будет создана такая специальная зона, интерес будет еще больше не только с, скажем, СНГ, а еще и Центральная Азия вся, плюс еще и Азия, Сауст-Ист. На какие вы рассчитываете заявки, с каких стран? Ну, на сегодняшний день уже мы более 10 заявок получили на регистрацию. Именно в Песочницу, если говорить про МФЦА. Есть у нас компании российские, компании финны пришли, Израиль и Китай. Но в рамках данной программы мы рассчитываем на страны СНГ. Почему? Ну, потому что это, во-первых, культура ближе, и, во-вторых, многие интересуются в нашем центре. Почему? Потому что, допустим, в Беларуси, у них есть определенные проблемы при оформлении сделки. Когда инвестор готов, он хочет купить стартап, но законодательство у них сложнее, чем у нас. И многие, конечно же, будут регистрировать компании в нашей зоне, чтобы формировать эти сделки. И многим это интересно. Вот вопрос как раз в тему. Зачем такой большой охват? У нас и так мало народу, а тут вы весь регион включаете, полмира почти. Ну и заберут все белорусы, у них там все развито очень сильно. Что заберут? Что заберут? Что заберут? Ну, деньги, наверное. Вы что, 20 тысяч будете давать каждому стартапу? Смотрите, у нас определенная конкуренция, в смысле. У нас есть определенная квота. Почему, во-первых, мы принимаем заявки со всего мира? Потому что мы хотим, чтобы был обмен опытом. Например, стартап из Чехии совсем по-другому работает, чем стартап из Казахстана или Монголии или Украины. Мы имеем квотирование. То есть мы сразу же договорились, что у нас будет 6 стартапов из Казахстана, 4 будут извне. Мы на сегодняшний день не можем сказать, что это будет только СНГ, возможно, это будет и какой-нибудь Китай. Мы не знаем. Но очень важная составляющая, что это будет обмен опытом. А по поводу заберут, ну, я не знаю, в каждой отдельной стране свои аксессионные программы. Не у всех есть финтек, и не у всех есть такая близкая связь с регулятором. Поэтому тот, кто сюда придет и сможет наладить здесь пилотные проекты с регулятором, я думаю, у них есть большие шансы на то, чтобы здесь зацепиться. Ну, они на самом деле не заберут, потому что у нас условия, эта компания должна быть зарегистрирована на нашей территории. Значит, открывается компания в МФЦ. Ну, или дочка. Да, давайте еще, да, ну, это тоже важно, конечно. Давайте подробнее по условиям. Насколько они, так скажем, жесткие, что ли, условия отбора каковы? Ну, критерии я назвал, да, а там уже будем смотреть по их, ну, как по их данным. Ну, вообще у вас проблемы, знаете, я вот за стартапами смотрю, они повторяются. То есть, видите, как будто бы идею это уже где-то видел, где-то кто-то делал. Мы смотрим на инновационность, мы смотрим на те параметры, которые на сегодняшний день показывает эта компания. Насколько у нее здоровая экономика, насколько она хорошо растет, насколько основатели сплоченные, насколько они там визионеры, куда они двигаются. То есть, это очень важно для нас во время отбора. Моя мечта – создать мобильное приложение и разбогатеть. В какой сфере мне начинать? Так, так, давайте совет. Игорь, вы в этом давно. Я не буду говорить конкретно, ну, как я могу сказать. Это надо… Ну что, ну, онлайн-кредитование, там, бешеные проценты в день, и, пожалуйста, можно разбогатеть, я думаю, так. Тем более у нас сейчас… Можно разбогатеть на любом. Если вы в этом действительно готовы работать и пахать, и получать информацию, и ее правильно как бы быть на острие волны. То есть, тут рекомендации, я не знаю, это надо просто, наверное, больше общаться с серийными предпринимателями. Те, кто уже достигал успеха, и кто, кто уже проваливался, у кого уже был фейлер. И чтобы не допускать и наступать на те же грабли, не допускать те же ошибки не делать, нужно с ними общаться. И вот вместе с ними, возможно, свой первый стартап делать. А не так, чтобы ты пошел с головой куда-то, где ты… Я бы сказала, на самом деле, центральный азиатский регион такой, еще не развитый, в том плане, что проникновение финансовых технологий не так развит по сравнению с другими странами. Допустим, в Китае там уже все делают онлайн-переводы без банков, могут открыть, там, взять депозит не из финансового, не из банка, да. Там есть IT-компании, которые предоставляют депозитные услуги, да. Это очень развито. У нас вообще в том плане мы еще как бы стоим. Ну, с 2014 года, если не ошибаюсь, у нас началось онлайн-кредитование, можно было легко получить. И сейчас. А рынок-то растет, смотрите, в 2015 году объем онлайн-кредитования 5 миллиардов, в 2016, в 8,9, в 2017 свыше 30. Ух ты. Это вот у нас растет. Вот здесь какие-то идеи, я так думаю, рабочие, если они есть, они могут претендовать тоже на… Да. У нас где-то 40 стартапов, финтек-компания в Казахстане, и многие из них в сфере онлайн-кредитования почему-то. И наша задача как бы расширить спектр не только онлайн-кредитования, но развивать новые инструменты, так скажем, next generation, да, платежные инструменты, artificial intelligence. Вот все, что новое, это вот нужно дать толчок и привозить такие партнеры, как SeedStar, чтобы помогли с точки зрения технологии, менторства, экспертизы. Вот я, кстати, добавлю, мы в прошлом году привели Amazon, это крупнейшая компания, они наши партнеры в данной программе, они инвестируют 5 тысяч долларов в каждому стартапу, плюс дают бесплатный доступ к инфраструктуре. Допустим, стартапам очень дорого самим покупать свои сервера, доступ ко всем сопутствующим сервисам. И Amazon и Microsoft, они для нас, для стартапов МФЦА, бесплатно будут выделять ресурсы. Конечно, это большая помощь для стартапов, у кого как бы нет денег, чтобы покупать такие дорогостоящие ресурсы. Ну а наши задачи, извините, я добавлю, наши задачи, как SeedStar, являются в том, чтобы мы помогать им масштабироваться. То есть они вот в Казахстане, да, вы говорите, 40 стартапов. То есть сначала 20 тысяч, например, да, а потом? Потом мы им даем, кроме денег, да, мы можем им еще дать доступ к нашей сети людей, да, в более чем 80 странах. То есть мы им говорим, окей, тебе нечего там делать, например, там в Сингапуре, едь в Малайзию, вот твой рынок. Потому что там такого, как твой там стартап, нет. Вот едь туда, у нас там есть свои люди, которые тебе помогут, расскажут, как там правильно с точки зрения legal, ну то есть законодательной базы, с какими банками тебе стоит сотрудничать. У нас уже наверняка будут с ними какие-то предварительные договоренности и так далее. Потому что мы, ну то есть имея такую колоссальную сеть контактов, как у нас, ну просто грешно не давать ей пользоваться другим стартапом. И, собственно, во время нашей, частью акселерационной программы является демо-день. Он будет 4 июля, на котором мы, кроме инвесторов, у нас будет инвестор-форум, когда мы привезем инвесторов, которым интересен финтек из, ну вот этих вот стран, которые будут там представлены. Мы также еще делаем partnership-форум. То есть мы приводим потенциальных клиентов для тех стартапов, которые там будут, да, и мы их привозим сюда, чтобы они конкретно с ними знакомились, договаривались. Хотелось бы, чтобы, конечно, какой-нибудь из действующих наших стартапов действительно что-то представил такое интересное, что заинтересует их вообще, и чтобы они, да. Если у нас есть такие условия, как предоставляют им по ЦАТу. Дело в том, что они у вас есть. Вот показала практика, вот вы помните, мы год назад с вами говорили, что еще был мой коллега из Мостап, Павел Коктыш, он говорил, что он был удивлен, что некоторые стартапы, которые никогда ни на какие конкурсы не подавались, они подавались на наш конкурс. Потому что есть какой-то кредит доверия к международным инвесторам и вот к нашему фонду, к тем людям, которых мы привозили сюда в 2016 году. Вот. И я вам хочу сказать, что вот там есть стартапы, которые там у нас побеждали, да, вот Smart Satu, например, стартап очень хороший, да, они сейчас открыли уже и в Беларуси офис, мы как бы следим за ними, они реально хороший стартап, но они никогда до этого не участвуют в никаких соревнованиях. Они, по сути, пришли к нам и, собственно, победили у нас и сейчас вот хорошо развиваются. То есть, удачи вам, да. Спасибо большое за это интервью. Это был Игорь Овчаренко, представитель SeedStars фонда из Швейцарии и Ассель Жейнбаева, директор цифровых технологий МФСА. Наша программа на сайте, как обычно, abctv.kz. До свидания. Спасибо. Спасибо.